Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале. Сегодня достаточно интересная тема. Я хочу вам напомнить об одном интересном знамении, которое наблюдали россияне в 1989 году. Возможно, многие из вас об этом не знают, потому что я сама узнала только вчера. Я попытаюсь это знамение связать с богодуховенными текстами. Возможно, у нас получится достаточно интересная картина. Хотелось бы не ошибаться. Итак, Брест города Сальска. В 1989 году на небе очевидцы наблюдали чудесную картину. Это было послание. Послание было зашифровано. Как оно было написано, скажете вы? Это были квадраты, символы, цифры, знаки, изображённые при помощи дыма или белого тумана. Как бы след от реактивного самолёта. Вот это нас отправляет к тем текстам из пророчеств, где говорится о том, что в последние времена в качестве знамения нам будет там дым. Такая информация у нас есть и в текстах Библии, и в текстах Корана. Многие из нас ожидают этот дым, но ожидают его в церквях. Поскольку слава Божья таким образом проявлялась у нас в храме Соломона. И тогда никто не мог зайти в этот храм. Нескоподобное наблюдали евреи на горе Хариевы. И тут вот этот дым россияне наблюдали на собственном небе. Сначала на небе появились огромные квадраты. Их было пять. Это тоже важная деталь, которая о чём-то говорит. Я связала её с буквой в алфавите. Возможно, конечно же, здесь какая-то другая, более важная деталь. И вы её узреете. Итак, пять пустых квадратов с чёткими углами 90 градусов. В этих пустых квадратах затем появились знаки. Это были галочки, которые обозначают больше, либо меньше. Их было 28. Но расположены они были попарно. Я вам покажу сейчас изображение, которое нашла в интернете. Итак, расположение было следующим образом. Три раза по два. Затем четыре пары. Затем одна пара. Затем шесть пар. На какие цифры мы выходим, если опираться на число галочек? Цифры два, которые повторяются три раза. Цифру четыре. Восемь, потому что общее количество галочек восемь. Затем два. Затем шесть. И двенадцать. После этих галочек появились два вопроса. Затем две двоечки, разделенные тире или знаком минус. Пустой квадрат. Две семерки. Затем пустой квадрат. Три семерки. Ну, давайте начнем с того, что если это послание было к славянам, значит, мы должны воспользоваться старославянским алфавитом. Я сейчас покажу вам буквы под номерами два, четыре, шесть и пять. Для того, чтобы у нас получился текст. Итак, вторая буква боги или бог. Четвертая буква в глаголе, в глаголе говорить. Шестая. Есть. Восьмерка. Живот. Я вот не поняла, что имелось в виду под этой буквой. Двенадцать буквы ижен. Ижеи. А помните, в молитве есть такое слово ижеиси. Итак. Давайте теперь расшифровывать послание. Два, два, два. То есть бог, бог, бог. Три единый бог. Я вам говорила, что в каждом из нас присутствует это триединство. Не только в Иисусе Христе, поскольку бог пребывает в каждом из нас. И дух святой дает нам жизнь. Все мы сыны нашего Создателя. Поэтому здесь указано на триединство. Четверка – это глаголь или говорить. Итак, бог говорит. Дальше идет двойка. Бог говорит. Бог, шестерка, есть. Было пять квадратов. Бог говорит. Бог есть добро. Ну и здесь еще у нас есть цифра двенадцать. Буква двенадцать. Ежи и си. То есть бог есть. Бог существует. Бог есть добро. И он передает нам эту информацию. Не случайно, потому что он увидел это доброе зерно в нас. И мы – богоизбранный народ. Поэтому это послание появилось именно на территории России. Кто-то буквально так и перевел вот это послание. Второе пришествие Иисус Христос. Ну вот то, что я увидела, я вам рассказала. Обратите внимание на название города Сальск. В городе скрыто в названии города два слова – плод и соль. Сразу ассоциация с текстами Евангелия. Это у нас пятая глава Святого Благовестования от Матвея. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегшись свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечники и светят всем в доме. Итак, мы – соль земли. И для того, чтобы соль была соленой, мы должны утвердить завет. Поскольку информация о завете есть в следующей строчке. Итак, здесь вы видите два вопроса. Ну, возможно, речь идет о втором пришествии. Когда будет второе пришествие? Дальше две двоечки, разделенные тире или минусом. Понятно, что это указывает как раз на второе пришествие Иисуса Христа. Дальше пустой квадратик. Дальше следующий квадратик. Две семерочки, потом пустой квадратик и три семерочки. С чем можно связать семерки? Я тут же вспомнила пророчество Даниила о последних седьминах. О последних седьминах. Это у нас девятая глава. Я вам сейчас зачитаю эти тексты. С 25 стиха. Итак, знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, семь седьмин. Семь седьмин. Вот, возможно, семьдесят семь связано с семью седьминами. Смотрим дальше. И шестьдесят две седьмины. Там, где пустой квадратик, это шестьдесят две седьмины. Вместе получается шестьдесят девять седьмин. Смотрим дальше. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христоса, не будет. Почему предан будет и не будет? Потому что он был распят, и затем воскрешен и вознесен на небеса. Это произойдет при прошествии шестидесяти девяти седьмин. Семь плюс шестьдесят два. Получается шестьдесят девять. И тогда начнется последняя седьмина. Смотрим дальше. И не будет так. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина. И в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. Обратите внимание. Двадцать седьмой стих. А у нас здесь двадцать восемь галочек. И здесь говорится о том, что утвердит завет последняя седьмина. Итак, что мы можем сказать о последней седьмине? То, что она началась после вознесения Иисуса на небеса. И апостол Павел говорил о том, что уже начались последние времена, ибо появилось много антихристов, как признак последних времен. Если от семидесяти, от семьсот семидесяти семи отнять семьдесят семь, то есть от второго отнять второе, то получится у нас семерка. Последняя седьмина. Это указывает нам на то, что мы на пороге великих событий. И пора задуматься о завете и утвердить его. И на нас возложена эта особая миссия. Поскольку нам Иисус говорил о том, что в заповеди Божьей есть жизнь вечная. Поэтому завет придется утверждать нам, россиянам. Здесь вот в том числе, в дате события, заложена еще информация. Информация о Деве. Возможно, перед вторым пришествием Иисуса Христа завет утверждать будет женщина, поскольку именно указана на сентябрь месяц, на Деву. Эта же Дева у нас изображена на картинках Нострадамуса. И вы знаете, что я вспомнила? Я вспомнила пророчество, где говорится о том, что явится Дева, у нее будет венец из двенадцати звезд. Здесь я нахожу эти двенадцать звезд. Вот они, двенадцать галочек. Причем вспомните, это явление будет на небе. Над головой у нее Солнце, а под ногами у нее Луна и венец из двенадцати звезд. Обратите внимание. Двенадцать и шесть. Шесть и двенадцать. Потому что они как бы изображены попарно. Вспомните наш циферплат. Сверху двенадцать, снизу шесть. Сверху у нас Солнце, снизу Луна. То есть вроде как есть вот какая-то вот ассоциация с этой Девой, которая там на нам пророчества. Возможно, речь идет именно вот о знамении. Но не буду утверждать. Бог есть добро, а Россия – Бог духовенный народ. Как ни крути. Поэтому придется утверждать совет. Всем советую начать с завтрашнего, а лучше с сегодняшнего дня, поскольку мы должны распространять в народе заповеди, быть воинами света и исполнить свою миссию. На этом все. Всего вам доброго. До следующих встреч.